Молодая пара ехала из гостей. В салоне комфортабельного автомобиля повисла гнетущая тишина. Все были на взводе. Наташа выговаривала мужу. «Андрей, ну сколько это может продолжаться? Почему твоя мать меня так не любит? Что я ей сделала? Каждый наш поход к ней в гости заканчивается скандалом. Мне кажется, ей доставляет удовольствие мне язветь. Это же просто невыносимо!» Супрок сдвинул плечами. «Любимая, успокойся. Ты все преувеличиваешь. Делаешь из мухи слона. Ну, чего ты завелась? Мама ведь ничего тебе такого не сказала. Ну, подумаешь, намекнула, что ты мне мало времени уделяешь. Плохо заботишься. Это же мать. Она просто ревнует немного и переживает за меня. И вообще, она это сказала в шутку, а ты сразу в штыки все приняла. Ну, хватит, не дуйся. И так после работы голова болит. Завтра снова придется задержаться». Наташа завелась еще больше. «Ну, конечно. Кто бы сомневался? Ты в последнее время только и делаешь, что задерживаешься. Мы вообще почти не видимся». Муж надулся и молчал. Вечер был безнадежно испорчен. Расстроенная Наташа набрала ванну с пеной и с наслаждением погрузилась в нее. Вот так бы закрыть глаза и плыть по волнам далеко. Туда, где нет ссор, обид, проблем, в далекое счастливое детство. Наташа родилась в семье богатых бизнесменов Антоновых. Она была желанным и долгожданным ребенком, поэтому родители души не чаяли в своей дочери. Но когда малышке был всего годик, в их семью пришло большое горе. Мама Наташи, Алевтина, трагически погибла. Смерть была настолько неожиданной и нелепой, что в это было трудно поверить. Ведь женщина была еще молода и ничем не болела. Дружная семья выехала на турбазу отдыхать и ничего не предвещало беды. Григорий отец Наташи с детства увлекался фотосъемкой, поэтому уговорил любимую супругу позировать на фоне заката. Пара так увлеклась, что Алевтина решила сфотографироваться на фоне крутого склона. Она еле забралась на самый верх. Мужу не нравилась эта безумная идея, и он нервничал, просил жену не дурить и идти обратно. Но она только хохотала. Алевтина встала на самый край и пустила по ветру шифоновый платок. Гриша ее фотографировал. И тут земля и камни под ногами женщины стали осыпаться. Она закричала и рухнула вниз с огромной высоты. Летела к уборям, как тряпичная кукла. А потом затихла. Гриша схватился за голову и помчался к ней. Молился, чтобы супруга была жива. Мужчина вызвал скорую. Алю забрали в больницу. А она так и не приходила в сознание. Гриша рвал на себе волосы, корил себя, что не отговорил Алю от этой дурной затеи. После обследования ему сообщили, что у пациентки при падении сместились шейные позвонки. Пережали артерию. Случилось кровоизлияние в мозг. К сожалению, спустя неделю, несмотря на усилия врачей, Аля скончалась в реанимации. Гриша впал в депрессию. Он кричал, вбил кулаками в стену, винил себя в гибели жены. Не мог смириться с ее смертью. Если бы не дочь, он бы, наверное, не выкарабкался. Все свою любовь и нежность мужчина направил на маленькую Наташу. Баловал, старался слушать ее и слышать, помогать и поддерживать. Наташа папу обожала. Рано научилась готовить и старалась к его приходу порадовать его чем-нибудь вкусненьким. Ей, конечно, не хватало материнской любви, но все же детство Наташи было вполне счастливым. Они с папой были лучшие друзья, понимали друг друга с полуслова. Она часто, будучи подростком, приходила к отцу в компанию. Тот владел сетью пиццерий. Папа водил ее по производству, знакомил, рассказывал все тонкости. Девочке было очень интересно, поэтому после окончания школы она поступила в престижный вуз, как раз по нужной специальности. Пять лет веселой студенческой жизни пролетели как миг. Напряженная учеба, дискотеки, посиделки с друзьями, разговоры, девичьи мечты по ночам до утра. Вот уже и диплом. Наташа казалась, что мир так удивителен и прекрасен, что у нее все впереди. Она даже не подозревала, что уже через месяц будет рыдать на могиле отца. Папа умер внезапно, прямо на работе после напряженного совещания. Инфаркт, бизнес ведь штука жестокая. Он требует полной отдачи, все нервы выматывает. Девушка так горевала, тосковала за папой. Ведь так как он ее никто больше не полюбит. Не пожалеет, не приголубит, не назовет маленькой тусей. Но как бы не было плохо Наташе, пришлось после смерти отца срочно внедряться в его бизнес и брать управление компанией в свои руки. Как же тяжело ей это давалось, словами не передать. Поначалу молодую вчерашнюю студентку и богатую наследницу вообще не воспринимали. Посмеивались. Думали, что она и пары месяцев не протянет. Сбежит. Решит продать отцовский бизнес. Конкуренты только этого и ждали. Но она даже всех удивила. Она не собиралась сдаваться. Ведь на могиле отца поклялась, что сохранит дело его жизни. Поэтому она упорно шла к своей цели, брала отчеты, документы домой, штудировала, не боялась давать отпор даже знающим сотрудникам. Если ей не нравилось то, что они предлагали. После нескольких удачных сделок ее стали уважать. С ней уже даже советовались. На личную жизнь при таком безумном графике работы у бедной Наташи совсем не оставалось времени. Хотя молодость брала свое. И как бы она ни уставала, все равно по ночам мечтала о прекрасном принце. Хотелось опереться на сильное мужское плечо. Почувствовать себя маленькой любимой девочкой. Однажды Наташа бежала по коридору своей компании. В руках кипа бумаг. Одновременно говорила по телефону и, как всегда, решала массу вопросов. Она с разбега налетела на молодого парня ее возраста. Тот даже вскрикнул от неожиданности. Наташа тоже чуть не упала. Документы рассыпались, а телефон выпал из рук. Она стала извиняться. Ой, господи, простите, пожалуйста, я так спешила, что вас не заметила. Совсем заработалась. Парень помог ей собрать бумаги и, понимающий, закивал головой. Ничего страшного. Жив и здоров, как прежде. Тем более мне даже лестно, что именно меня сбила такая красивая и деловая женщина. Я вами очарован. Может, выпьем по чашечке кофе в кафетерии? Раз уж мы так нежданно познакомились. Я, Андрей, пришел сюда на счет вакансий и на собеседование. На должность менеджера. Правда, говорят, тут хозяйка строгая. Не знаю, одобрит ли мою кандидатуру. А вас как зовут, прекрасная незнакомка? Наташа рассмеялась. Я есть та самая строгая хозяйка. Наталья Антонова. Так что вы пришли по адресу. Идемте ко мне в кабинет. Там и поговорим, и кофе выпьем. Андрей совершенно очаровал Наташу. Улыбчивый, галантный. Чувствовалось, что умный и начитанный. Парень был принят на работу. Они долго беседовали за чашечкой ароматного кофе. Потом Наташа посмотрела на часы. Она сказала. Ох, извините, Андрей. Дела. Мне нужно бежать. Скоро совещание. Так что вы идите в отдел кадров. Надеюсь, вы с нами хорошо поработаете. Всего хорошего. А потом парень пристально на нее посмотрел. Скорее всего, вы подумаете, что я нахал, но я все же рискну. Можно вас пригласить на ужин в любое удобное вам время? Вы не подумайте ничего дурного. Просто общение. Нужно же иногда отдыхать. Мне очень хочется увидеться с вами еще раз. Наташа покраснела таких комплиментов, но ответила. Да, неожиданно, если честно, но имейте в виду, что к работе это не имеет никакого отношения. На службе я придирчивая, учтите, люблю порядок в делах. Но вы, наверное, правы, нужно иногда и отдыхать. Что ж, ужин так ужин. Давайте в воскресенье, часика восемь. Встретимся в ресторане Оазис. Там кухня приличная и музыка живая. Так и завязались у пары отношения. Сначала дружеские, рабочие, а потом и любовные. Наташа влюбилась без оглядки и совершенно потеряла голову. Парень был из простой семьи, жил с мамой, обычной посудомойкой. Он не имел ни машины, ни шикарной квартиры, жил очень скромно. Но Наташа вовсе этого не замечала. Ей было все равно, из какой он семьи. Она любила Андрея за его душу, за доброту, за надежность. Поначалу мама возлюбленного Клавдия Семеновна приветствовала невестку. Стелилась перед ней, угощала разносолами, нахваливала сына. В общем, прямо мед изусталился. Дело шло к свадьбе. Все прошло шикарно. Гуляли в дорогом ресторане, гостей было много. Андрей просто сиял от гордости. Некоторое время после свадьбы все было прекрасно. Прям-таки медовый месяц. Наташа перевела Андрея в свой филиал. Сделала директором. Доверила вести важные дела. Мужчина расправил крылья, стал вовсю руководить. Окунулся с головой в общий с супругой бизнес. Наташа в конец выдохнула и впервые после смерти папы позволила себе расслабиться. Стала отсыпаться, посещать салоны красоты почаще. Ведь ей теперь было на кого опереться. Вот только со свекровью отношения становились все хуже и холоднее. Куда одевалась вся ее слащавость и приторность. Теперь Клавдия Семеновна на семейных посиделках позволяла себе делать едкие замечания в адрес невестки. Или подевать ее. Причем так тонко завуалированно, вроде шутка, а обидная. Вот и сегодня она намекнула, что Наташа мало времени уделяет ее сыну. Помешалась на своей работе, мол, так можно и мужа потерять. Наташа вспыхнула мгновенно, как спичка. Что вы имеете в виду, мама? Что Андрей мне станет изменять? Я вообще-то не на танцах пропадаю, а как и мой муж, и занимаюсь работой. Зачем простаивать часами у плиты, если можно заказать вкусный ужин из ресторана? К чему все эти ваши намеки? Свекровь тут же пошла на попятную, миролюбиво ответила. Да ты все не так поняла, Наташа, я же пошутила. Но если честно, то я с удовольствием бы отведала твой незабываемый Наполеон. Пальчики оближешь, ни в одном именитом ресторане такой торт не приготовят. И так всегда. Сначала укусит побольнее и тут же подсластит пилюлю. А неприятный осадок еще долго останется. Да и муж в последнее время сильно изменился. Все стал на работе задерживаться. Приходил молчаливым, уставшим, вел там странные порядки. Поощрял стукачество и доносы в коллективе. Все это совсем не нравилось Наташе и сильно ее угнетал в последнее время. Женщина постаралась выбросить все это из головы. Подала еще горячей воды в ванну. Старалась максимально расслабиться. Она все успокаивала себя. Ничего, это просто такой период сложный. Скоро все закончится. На следующей неделе был выходной. Наташа встала в чудесном настроении, отоспалась после напряженной работы. Муж уехал на станцию техобслуживания. Нужно было заменить деталь на машине. Потом ему нужно было заехать в фирму. А Наташа решила все же испечь свой фирменный Наполеон. И пригласить Клавдию Семеновну. Попробовать наладить их и без того натянутые отношения. Наташа набрала номер свекрови и назначила ей встречу к четырем. Как раз и Андрюша к тому времени вернется. Организуем душевные семейные посиделки за столом. Женщина воодушевленно взялась за дело. Сначала сварила заварной крем. И пока он остужался, перешла к тесту. Полезла в банку набрать муки и вдруг нащупала что-то рукой. Немало удивилась. Вытащила припыленное мукой фото и стряхнула ее остатки, чтобы рассмотреть, кто на нем изображен. Но то, что она там увидела, просто повергло ее в шок. На фото улыбающийся муж стоял в обнимку с какой-то пышногрудой девицей вульгарного вида. Это было неслыханно. Получается, у Андрея есть любовница? Вот это поворот. Наташа была в ярости. Она еле заставила себя таки испечь злосчастный торт, но он вышел не ахти, ведь все желание мириться со свекровью напрочь пропало. Тут и Клавдия Семеновна подоспела. Она мило улыбалась и щебетала. Ой, вкусно пахнет, Наташенька. Неужели Наполеон для меня испекла? Хозяйка недобро улыбнулась и пристально посмотрела на Клавдию Семеновну. Молча протянула ей то самое злополучное фото и сказала. Вот, мама, полюбуйтесь. Вот что я обнаружила в банке с мукой. Как вам это нравится? Не знаете, с кем ваш сыночек? У него что, любовница появилась? Откуда это фото тут, в муке? Свекровь только плечами пожала. А я-то откуда знаю? Я же с вами не живу. Сами разбирайтесь. Мое какое дело. Вот, значит, как ты свекровь привечаешь. Вместо чаепития сразу претензии. А чего ты хотела, голубушка? Ты вечно занята, Андрюша тоже. Вы же почти не видитесь. Разве это семья? Жена должна дом вести, хозяйство, мужа угождать, чтобы ему не хотелось на сторону ходить. Так что я не удивлена, если честно. Наташа не выдержала и взорвалась. Ах, вот и на что. Спасибо за поддержку и сочувствие. Значит, я плохая жена? Очень интересно. А ничего, что это именно я вашего сыночка на работу взяла? Должность ему выбила. Научила всему, что он живет в моем доме, в конце концов. И вот как он меня отблагодарил. Я-то думала, он меня любит по-настоящему. А он на стороне шаж не крутит. Ну, ничего. Вот явиться я ему устрою. Клавдия Семеновна быстро стала одеваться и собираться. Я пойду, пожалуй. Спасибо за хлеб и за соль. Наелась досыта. Лучше бы не приходила. Сами разбирайтесь. Свекровь ушла, громко хлопнув дверью. Фото с собой прихватила. Наташа упала в кресло и разрыдалась. Как ребенок, громко и навзрыд. Ей было обидно. Ее семейная жизнь летела ко всем чертям. В замке повернулся ключ. Муж пришел. Она налетела на него с порога. Ну, и как давно у меня рога растут? Я сегодня фотографию нашла. А ну-ка признавайся, как давно ты мне изменяешь? И не вздумай врать и изворачиваться. Теперь понятно, отчего ты так устаешь на работе и где задерживаешься регулярно. Она-то думала, что Андрей станет отнекиваться, оправдываться или, на крайний случай, прощения просить. Но муж тихо ответил. Ну да, гульнул на стороне с кем не бывает. И не надо на меня орать. Разведемся, если хочешь. Ты думаешь, я буду унижаться? Или смирись и не выноси мне мозг, или давай развод. Но ты о последствиях подумай. Делить будем все поровну. Все совместно нажитое, как и полагается. Наташа была вне себя от ярости. Швырнула в сердца в тарелку опу. Ну ты гад. Но ты же переехал ко мне гол, как сокол. Все, что ты имеешь сейчас, благодаря мне. И ты решил все делить. Хотя рыльца же в пушку. Убирайся. Видеть тебя не хочу. Ни дня с тобой больше жить не буду. Мне противно. Я себя не на помойке нашла, чтобы делить тебя неизвестно с кем. Супруг испуганно отскочил и попятился на выход, бубня себе под нос. Все равно, по-моему, будет ясно. Еще сама о примирении просить будешь. Я ведь не зря все это время недвижимость на наши денежки скупал. Вот теперь-то и поделим так-то. Андрей ушел, а Наташа на эмоциях позвонила лучшей подруге Лени. Приезжай ко мне, пожалуйста. Неплохо. Андрей не изменил, и мы, кажется, разводимся. Я не знаю, что мне делать. Как дальше-то жить? Она рыдала в трубку. Лена деловито заметила. Не реви, тоже мне горе. Давно пора было твоего Альфонсу на место поставить. Я тебе говорила. Хребнешь ты с ним горе. А папа твой сколько раз повторял при жизни, чтобы ты, когда замуж соберешься, была осторожной и брачный договор составила. Он ведь всегда переживал за тебя. Добра тебе желал. А ты все фыркала. А теперь что? А обдерет тебя этот прощалыга, как пить дать? Ладно, жди, я сейчас приеду. Будем тебя реанимировать. У меня имеются свои методы. Уже через полчаса прибыла подруга и заметила печальную картину. Наташа ревела, бегала по дому и пинала вещи мужа. Топтала их и была абсолютно невменяема. Лена достала из пакета бутылку мартини, закуску, насильно усадила ее на стул, налила изрядную порцию и приказала. Перед одна залпом. Надо так. Будем твой развод обмывать. Ошарашенная Наташа отнекивалась. Ты что? Я же не пью, да еще и так много. Не, не хочу. Хотя, может стоить хоть раз в жизни напиться. Спиртное обожгло все внутри, разлилось по телу приятной теплотой. Лена только этого и ждала. Тут же налила снова. Ну, а теперь за нас. Давай, за дружбу. Сейчас легче станет. Вот увидишь. Я два развода пережила. Точно знаю, что этот способ проверенный. Наташа в раз захмелела. И уже спустя час они с Леной сидели, обнявшись. Плакали обе, каждая о своем. Говорили по душам. И вдруг Наташе стало плохо. Она еле добежала до ванной. Ее вырвало. Была такая слабость, что ноги подкашивались. Перепуганная подруга тут же протрезвела и уложила Наташу на диван. Положила на голову компресс и запричитала. Натуль, ну ты чего? Мы ведь выпили совсем немножко. Заболела, что ли? Бледная вот как мел. Женщина еле разговаривала. Ее все время мутило. Ну тебя, Ленка, с твоими методами еще хуже стало. Я же говорила, что не пью. Ох, голова кружится. Лена обняла подругу. Ну прости, я ж как лучше хотела. Думала, стресс снимешь, полегчает. На тебя же смотреть больно. Ну не рви ты сердце. Понимаю, ты этого Андрея любила. Знаю, больно, когда нож в спину вонзает близкий человек. Но, поверь, за черной полосой обязательно белая наступает. Жизнь не закончилась. Все еще наладится. С того злополучного дня в жизни Наташи настали черные дни. На нее навалилась неприятности одна за другой. Болезненный и трудный развод с мужем дался Наташе нелегко. Ей было обидно, что он подал на раздел всего имущества. Хладнокровно ходил на суды, добивался таки своего. В глаза я не смотрел, но вел себя нагло, самоуверенно, будто это вовсе не он ей изменил, а она ему. А бедная женщина все вглядывалась в когда-то любимые глаза, надеясь увидеть в них хоть каплю раскаяния или былых чувств. Но там были лишь холод и равнодушие. Свекровь тоже чуть ли не плясала от радости. Ей такой развод был, как бальзам на душу. Прошел месяц. Тошнота и слабость, начавшаяся после встречи с подругой, так и не проходили. Наташа почти ничего не ела, ходила вялая, бледная, как тень, и не могла понять, что с ней происходит. Списывала все на стресс из-за развода. Но когда к ней в гости снова пришла подруга, то она ахнула. «Ты до чего себя довела? Все по этому Андрею сохнешь. Ты же на скелет ходячий похожа». Наташа вздохнула. «Сама не знаешь, что со мной. Это все с твоего приезда началось. У меня такое чувство, что каждый день дикое похмелье. Штормит и аппетита нет. Не есть могу только мандарины и больше ничего. Это вот Лена осенила. «Слушай, подруга, а ты случайно не беременна? Я вот себя вспоминаю тоже одни соленые огурцы поначалу ела. Пойду-ка я за тестом. Что-то прямо не терпится проверить. Тут и алкоголь тебе не пошел». Наташа обессиленно легла на кровать. «О, боже мой, только этого сейчас не хватало. Надеюсь, что так у меня стресс проявляется». Но когда на тесте покраснили две полоски, все стало понятно без слов. Лена переживала за подругу, все ходила и причитала. «Ну, дела. Пока замужем была, детей хотела и ничего. Стоило развестись и на тебе. Пожалуйста. Что делать-то будешь? Может, сказать этому Андрею вдруг? Помиритесь. Ребенок ведь весомый аргумент. «Интересно, какой срок? Может, не поздно еще аборт сделать? Тяжело ведь одной с ребенком. Я вон тяну своих двоих, пашу, как лошадь устаю, а денег все равно не хватает. А бывший-то твой, как на грех дележом занялся». Все к одному. «Сочувствую тебе, Наталья». Подруга все говорила, а Наташа вдруг замолчала. Стала мечтательно улыбаться и поглаживать живот. Хотя там пока и видно ничего не было. Потом она тихо, но уверенно ответила. «Не надо меня жалеть, Лен. Я сейчас самая счастливая. У меня внутри уже живет маленький человечек. Ничего я этому подлецу говорить не буду. Сама малыша на ноги подниму. Зачем нам такой отец, который только отвернись, по девкам бегает? Да на мамочку свою оглядывается. Без ее одобрения ведь и шагу не ступил. Ничего. Я справлюсь не впервой. Зато потом я буду не одна. У меня будет мое маленькое счастье». Жаль, папа не дожил до этого момента. Он так детей всегда любил. Я так жалею, что не приняла тогда его слова всерьез про брачный договор. Сейчас бы выгнала негодяя и дело с концом. А так? Был нищим, а станет богачом. А я, наоборот, буду учиться экономить. Одна только компания и осталась, да, квартира эта. Ладно, ерунда. Леночка, поверить не могу. Даже плакать расхотелось. Оказывается, это такие новые ощущения. Хоть бы токсикоз быстрее прошел. Лена улыбнулась и обняла подругу. Ох, Натус, тут ты права. Вот мне и тяжко излюсь, порой ругаюсь на сорванцов своих, а все равно люблю больше жизни. Скоро поймешь, какого это быть мамой. Узнав о беременности, Наташа взяла себя в руки. Перестала страдать и плакать. Стала учиться выживать в одиночку. С головы пошла в работу. Но за то время, пока там заправлял ее муженек, внутри коллектива произошли большие перемены. Андрей набрал надежных, хитрых людей, которые только и мечтали о том, чтобы растащить пошатнувшийся бизнес. Сплетни, пересуды были теперь нормой. Все грызли друг друга, как пауки в банке. В такой враждебной атмосфере Наташи было очень сложно нормально руководить коллективом, которого, по сути-то, и не было. Беременность проходила сложно. Токсикоз никак не отступал. Начались отеки, нервотрепка на работе, а по ночам женщина все равно плакала в подушку, не в силах забыть предателя мужа. Все это ее совершенно измотало. К концу беременности Наташа еле заставила себя вставать с постели и идти на работу. Не было ни сил, ни какого-либо желания. На плановые походы по врачам тоже не было времени. Ей часто звонили из женской консультации, ругали, что она не ложится в роддом. Ведь ребеночек был повернут ножками, живот в тонусе, роды могли начаться в любой момент. Женщина все понимала и каждое утро говорила себе. Все, хватит. Сегодня поеду в роддом. Но уже через час она решала кучу неотложных вопросов в своем кабинете. Ситуация, правда, была шаткой. Наташа понимала, что пока она будет отсутствовать, вполне возможен рейдерский захват или банкротство. Вот и тянула до последнего. Роды застали ее в самый неожиданный момент – за рулем авто. Был поздний вечер. За окном автомобиля лил дождь. Наташа возвращалась с работы домой. Вдруг резкая боль пронзила живот и спину. Она затормозила на обочине и согнулась пополам. Схватки были настолько стремительными и частыми, что не давали ей возможности даже выйти из салона и позвать на помощь. По вискам и спине катился пот, она схватилась за телефон, но тот, как назло, был полностью разряжен. Женщину охватила паника. Она ругала себя последними словами. Вот дура! Дотянула таки. Я ведь не рожу сама. Малыш ножками пойдет. Осложнений не избежать. Господи, не оставь, помоги. На тебя одна надежда. Наташа только и смогла что открыть дверцу и кричать из последних сил. Помогите кто-нибудь! И вдруг к ее автомобилю подбежал бродяга средних лет. Одет неопрятно, волосы давно не стрижены, но запаха присущего таким людям не было. Мужчина наклонился над ней и участливо спросил. Вам плохо? Что случилось? Может помочь? Женщина прошептала, теряя последние силы. Я, кажется, рожаю. У меня тазовое предлежание. А я сама не умею. До больницы не доеду. Телефон сел. Вызовите, пожалуйста, скорую. А снова согнулась пополам от сильной боли. В глазах даже потемнело. Бродяга на удивление не растерялся и тут же оценил ситуацию. Зацуетился и стал четко и быстро отдавать команды. В схватке через каждые 10 минут. Роты в ходу. До больницы мы не доедем, не успеем. Если я вам не помогу. Кстати, у вас есть аптечка? Вода, может, спирт? Хоть что-то из этого. Женщина отвечала, как в тумане. Аптечка на заднем сидении, а в багажнике есть пару бутылок воды. Салфетки там покрывало, что-то такое. Мужчина помог ей перелечь на заднее сидение и раздвинул два кресла. Потом вымыл руки, протер их спиртом из аптечки, перекрестился и начал. Ну, с Богом. Вы только не сопротивляйтесь, прошу. Я должен вас осмотреть. Я должен помочь. Наташа решила, что хуже ей уже все равно не будет. Делала все, что говорил незнакомец. Было больно, стыдно, страшно, но мужчина, на удивление, действовал как настоящий профессионал. Смог повернуть ребеночка и вытянуть его без осложнений. Потом перерезал пуповину, завернул младенцу в покрывало и вручил его матери. А сам быстро, даже не вымыв рук, прыгнул за руль и нажал на газ. Ну все, у меня получилось. Теперь давайте быстро в роддом вас. Должны осмотреть медики. Только я сам не пойду, вы уж извините. Я помог, чем смог. Наташа рыдала, прижала к себе малыша и шептала. Спасибо вам. Сам Господь ко мне вас привел. Вы же мне и сыну жизнь спасли. Имя хоть свое скажите. Я сына в вашу честь назову, ведь именно вы его ангел-хранитель. Мужчина улыбнулся. Вот приехали. Миша я. Щеглов Миша. Ну все, прощайте. Не поминайте лихом. Бродяга нажал кнопку вызова, а сам быстро побежал прочь. Будто чего-то боялся. Медики были в шоке, когда обнаружили около роддома уже родившую женщину на заднем сиденье дорогого авто. А дежурный фельдшер только диву давался. Насколько все сделано профессионально. Без разрывов, без осложнений. Будто роды принимал опытный акушер. Он даже всплеснул руками. Да, вам невероятно повезло. Не знаю, кто принимал роды, но он явно профессионал в этом вопросе. Я бы пожал ему руку с уважением. Но вы, голубушка, повели себя крайне необдуманно. Подвергли риску себя и малыша. Что же вытянули? А если бы никого рядом не оказалось? Наташа опустила глаза. Ей правда было стыдно. Она вяло оправдывалась. Вы правы, нельзя было, сама знаю. Слава Богу, все закончилось благополучно. Сама не верю до сих пор, что случайный прохожий спас меня и сына от верной гибели. Спустя три дня Наташу выписали из роддома. Ее встречала подруга Лена с цветами и воздушными шариками. Они обнимались, радовались встрече и рождению на свет нового человека. Уже дома Наташа рассказала Лене обо всех своих приключениях. Та только охла. Ну ты даешь. Прямо как в кино. Я такую только в сериалах видела. Что? Все так плохо на работе, раз ты там сидела безвылазно, пока не родила на ходу. Сына-то как назвала? Надеюсь, не Андрюшей? Наташа фыркнула. Вот еще. Много чести нет, конечно. Мишенька у меня. Мишутка. А вон какой красавчик. Целых три килограмма счастья. Так мы его спасителя звали. Миша. Я только имя его успела выяснить. Он так спешно убежал. Жаль, что я о нем ничего не знаю. На вид обычный бродяга. Но вот где его искать? Если бы я встретила на улице, в ноги бы поклонилась. Никогда не забуду того, что он для меня и для сына сделал. Я ведь тогда испугалась, Лен, думала, помру прямо в салоне машины, только плакала и молилась. И чудо случилось. Лен, можно будет тебя иногда просить посидеть с Мишуткой? Хоть по пару часиков. Не могу я совсем работу бросить. Там все так обострилось. Того для Ди без куска хлеба останусь. Отберут мое детище. Наташа не могла надышаться на крохотного сына. Она его без конца тискала, целовала, качала, пела ему колыбельные. Но в полной мере она не могла насладиться материнством. Все переживала за судьбу своей компании. А там ситуация за время отсутствия ее накалилась до предела. На нее уже в открытую набирали конкуренты, продажные сотрудники, намекая, что она не способна руководить и лучше бы ей продать свои пиццерии. Однажды во время прогулки с малышом в парке Наташу заметила около урна того самого бомжа, который принимал у нее роды. Он рылся там и искал певные бутылки. Женщина тут же подошла к нему и окликнула. «Миша?» «Михаил, здравствуйте. Вы меня узнали?» «Я та самая безумная мамаша, решившая родить в машине». «Спасибо вам еще раз. Я бы хотела вас отблагодарить. Вот, возьмите деньги и все, что есть. Может, вам еще что-то нужно?» «Я готова для вас все сделать». «Давайте поговорим. Не убегайте только снова. Расскажите лучше, как вы оказались на улице. Вы врач? Ведь роды вы приняли как профессионал». Мужчина тяжело вздохнул и присел на скамейку. «О, кого я вижу! Здравствуйте!» «Так мне спешить некуда, можно и поговорить, если хотите». «Вы угадали, я фельдшер. Долго на скорой помощи работал. Оттого и сбежал. Меня в той больнице каждая собака помнит. Увидят, таким стыдно будет. Все в моей жизни было чудесно. Семья дружная. Жена Галя, дочь Настюша. Жили, правда, небогато, как все, но почти не ссорились. Дочку обожали. Два года назад Настенька в первый класс должна была идти. Она у нас такая смышленая была. Уже и читать, и считать умела хорошо. Рисовала красиво. Мы ей все новое купили к школе. Так ждали этого момента. У меня, правда, смена выпала. Ее Галя повела в первый класс. И что же, пьяный водитель на скорости врезался в припаркованное авто. Они уже вылетели на тротуар, сбив моих девочек насмерть. Вот и все. В тот день моя жизнь не закончилась. Я так тосковал, горевал, запил, на дно опустился, квартиру пропил. Каюсь, скитаюсь теперь. Мне жить не хочется, понимаете? Жду, когда помру и буду рядом с моей Галей и с малышкой. А деньги заберите. Вам они нужнее. На малыша потратите. Мне ничего не нужно. Я же не ради денег, просто помочь хотел. Руки сами вспомнили, что делать нужно. Рад, что сумел вам помочь. Малыш у вас просто замечательный. Желаю вам всего хорошего. Ладно, пойду я. Наташа была шокирована услышанным. Что-то в ее душе перевернулось. Защемило сердце после того, что узнала. Она взяла Мишу за руку и без всякой брезгливости стала с жаром говорить. Послушайте, я понимаю вас как никто другой. Сама росла без матери. Отца похоронила, потом муж изменил. Так что тоже хлебнуло горя немало. Теперь вот одна с малышом воюю. На фирме проблемы, все навалилось. Но жизнь ведь продолжается. Нужно бороться, нельзя руки опускать. Знаете, а я предлагаю вам работу и кров. Помогите мне еще раз. Мне нужен верный человек в фирме. Такой, на которого я могу во всем опереться. Да и просто близкий человек рядом. Я хочу вам помочь. Правда, искренне от души. Вы ведь умный и хороший человек. Поверьте, все можно начать сначала. Правда, стоит только захотеть. Михаил опешил и ошарашенно уставился на Наташу. Спасибо, конечно, но я не знаю. Я же медик, а не бизнесмен. Чем я вам помогу? А если подведу и не справлюсь? Вы не боитесь звать к себе жить чужого человека? В наше циничное время это даже опасно. Женщина улыбнулась ободряюще. После того, как вы у меня роды принимали, считаю, мы познакомились ближе некуда. Я привыкла верить своей интуиции, а она мне подсказывает, что я поступаю правильно. Я не ошибаюсь у вас. Ну что, решайтесь. Идемте ко мне. Сынешке пора кушать, да и нам пообедать не помешает. Миша робко пошел за ней. Поначалу немного смущался, ему было неловко идти жить вот так к незнакомой женщине, но он твердо решил. А что, если это и правда мой шанс все изменить? Иначе ведь подохну, как собака под забором. А там, может, еще и пригожусь. Помогу хорошему человеку. Наташа поселила Михаила в гостевой спальне. Отправила его в душ. Положила чистые вещи и полотенце, а сама стала кормить сына. Тот так старался, пыхтел и смешно чмокал губами, а наевшись, сладко уснул на руках. Женщина пошла накрывать на стол. Она как раз грела чай, когда из ванной вышел гость. Наташа увидела Мишу как будто в первый раз. Свежий, побритый, в нормальной одежде он вовсе не был похож на бомжа. Просто приятный, интеллигентный мужчина. Она поймала себя вдруг на мысли, что Миша ей нравится. Он тоже смотрел на нее с благодарностью. «Как же здорово! Я уже и забыл, что такое домашний уют. Спасибо, Наташ. Вы такая чудесная, добрая, необычная. Я постараюсь вам во всем помочь». Женщина зарделась от комплиментов и затороторила. «Давайте на ты. Садись к столу, все готово. Ты борщ любишь?» Миша уплетал, все и нахваливал. Он давно не ел домашней еды. Все казалось ему неимоверно вкусным. Они еще долго говорили о наболевшем, каждому хотелось излить свою израненную душу, освободиться от накопившихся обид. Потом они вместе купали Мишеньку. Мужчина научил Наташу делать малышу массаж. Он так легко управлялся с ребенком, будто играючи. И тот в его опытных руках не капризничал, а лишь смешно улыбался. Наташе казалось, что они с Михаилом знакомы много лет, настолько с ним было легко и комфортно. Так они и стали жить вместе. Между ними были странные отношения, вроде друзья, но в воздухе витало что-то большее. Полувзгляды, касание рук вскользь. Оба чувствовали невероятную симпатию, но будто боялись переступить черту. Миша не хотел быть нахлебником и сидеть на шее у Натальи, поэтому Рьяна взялся за работу. Она его всему научила и потихоньку внедрила в свой семейный бизнес. На удивление, мужчина схватывал все на лету. Мало того, у него оказался напористый характер и обнаружилась деловая хватка. Он в краткие сроки перетряс весь персонал, не хуже спецслужб, и нашел такие предателя, который и передавал всю информацию конкурентам. Им оказался заместитель Иван Морин. Наташа, узнав кто это, тут же выгнала его с треском. Только теперь она сопоставила все факты, все провальные сделки и поняла, что именно он стоял за этим. А ведь она ему доверяла на сто процентов, считая проверенным человеком Ивана. На прощание Морин крикнул. Ну, смотри, Антонова как бы пожалеть не пришлось. Пригрела неизвестно кого. Ты его три дня знаешь, а он командует. Вы еще попляшете. Женщина не придавала значения его словам. Считала, что он в ярости, он такое говорит. Дела компании пошли на лад. Миша поднаторел и уже уверенно вел дела, переложив на свои плечи львиную долю обязанностей. Зарплата у него была более чем достойная, и он старался как можно чаще радовать женщину. Дарил ей милые презенты, цветы, покупал малышу игрушки. В душе он боготворил Наташу и понял, что влюбился. Впервые после смерти Гарри ему захотелось наконец-то жить. Теперь ведь было для кого. Он мечтал, что и она его полюбит. Хотел с ней связать жизнь, но, признаться в чувствах, все не решался. Хотя давалось ему это очень тяжело. То же самое чувствовала и Наташа. Ей было легко, хорошо, спокойно с Мишей. Между ними была особая душевная связь. Ниточка. Теперь она понимала значение слова «две половинки». Они с Мишей были половинками одного целого. Она больше не вспоминала Андрея, не тосковала по нему. Все мысли и желания были связаны лишь с Мишей. Сыночек тоже к нему тянулся. Столько ему взять малыша на руки, тот тут же засыпал. Довольно сопел. А ведь ребенка трудно обмануть. Дети интуитивно чувствуют хорошего человека. Женщина теперь могла больше времени уделять сыну и радовалась, что жизнь ее налаживается. Но не тут-то было. В тот вечер она, как обычно, ждала Мишу с работы. Но его все не было. Телефон тоже был недоступен. Наташа вся изнервничалась. Она и мысли не допускала, что мужчина мог ее бросить или сбежать. Чувствовала, что случилось что-то плохое. Она лихорадочно обзванивала больницы, и в одной из них сообщили, что час назад к ним поступил неизвестный с тяжелым ножевым ранением и сильно избитый. Он был без сознания. По приметам все сходилось. Женщина зарыдала и тут же позвонила Лене. «Подруга, выручай. Можно я к тебе сына привезу сейчас? Мишу в больнице его избили и ранили. Я должна туда поехать. Но не с младенцем же на руках поможешь? Я не переживу, если с Мишей что-то случится». Лена сонно ответила. «Господи, конечно, привози. Я посижу с Мишенькой. Не накручивай себя раньше времени, а то молоко пропадет. Так, держись». Наталья мигом собралась и поехала в больницу. Ей сообщили, что положение критическое, идет операция, ранение серьезное. Она рыдала и умоляла спасти Михаила. До утра просидела в больничном коридоре, не сомкнув глаз. Утром ей, как на грех, стал названивать Андрей, бывший муж. Он срочно требовал встречи. «Наташа, ты где сейчас? Нам нужно срочно увидеться». «Нет, я не могу ждать. Это в твоих же интересах». Измученная женщина чертыхнулась про себя. «Ну, что тебе нужно?» Вот привязался не вовремя. Но вслух ответила. «Я в больнице. Записывай адрес. Можешь приехать сюда». Уже через двадцать минут примчался Андрей. Тут же стал ее шантажировать. «Я узнал, что ты недавно родила. Сын мой, нетрудно догадаться, почему ты мне ничего не сказала. Я отец, я имею право видеть сына». Наташа не выдержала и вспылила. «У тебя совесть есть?» Отобрал половину имущества, изменил, а теперь вспомнил, что отец отстанет меня, оставит нас с сыном в покое. Но бывший недобро ухмыльнулся. «Если хочешь, чтобы я отстал, заплати мне отступные. Тогда я исчезну. А если нет, то я буду настаивать на генетической экспертизе и праве видеть сына раз в неделю. Тебе не удастся от меня избавиться». Наташа в сердцах крикнула. «Ну ты сволочь, сердца у тебя нет». Тут к нему выбежала озабоченная медсестра и сказала. «Вашему знакомому срочно нужно делать переливание крови, иначе он умереть может. Но вот проблема в том, что группа редкая, четвертая, отрицательная. Медлить нельзя». Наташа побледнела и села на стул. «Боже, у меня вторая положительная. У Ленки третья тоже не подойдет. А больше у меня и знакомых-то нет. Что же делать?» И тут Андрей произнес. «У меня такая же группа». А вот совпадение. Она и правда редкая. Женщина упала на колени и стала умолять со слезами на глазах. «Прошу тебя, стань донором. Сделай хоть раз что-то хорошее, и я выполню все, что ты захочешь. Денег тебе дам, в конце концов». Андрей был ошарашен. Он никогда Наташу такой не видел. «Видимо, я и правда очень дорог этот человек». Он помог ей подняться и тихо сказал. «Согласен. Куда идти?» Переливание помогло. Спасло жизнь Миши. Кризис миновал, и он вскоре пошел на поправку. Наташа не отходила от его постели, разрывалась между сыном и больницей. Выручала Лена, всегда была на подхвате. Женщина гладила его по курчабам волосам и небритым, валившимся щекам. Крепко держала за руку и говорила. «Миша, ты поправляйся, не умирай. Ты мне нужен. Я не думала никогда, что можно так сильно полюбить. Тебе больно? Скажи, что мне сделать, чтобы тебе стало легче?» Михаил улыбнулся через силу и прошептал. «Когда ты рядом легче. Я тоже тебя полюбил, только боялся тебе признаться. Я не могу и не хочу тебя потерять. И Мишеньку я тоже люблю. Это Иван подослал головорезов, я уверен. Он грозил нам с тобой расправы. Я переживаю за тебя теперь. Нужно все сообщить в полицию». Наташа закивала головой, а потом вдруг вспомнила. «Знаешь, кто тебе свою кровь дал? Мой бывший Андрей. У него оказалась такая же группа, резус и фенотип, как у тебя. Просто повезло. Он, конечно, сволочь редкая, шантажировал меня. Но за твое спасение я ему благодарна». Михаил задумался и ответил. «Да. Когда я поправлюсь, в этом нужно будет еще разобраться. Я, как медик, могу тебе сказать, что такое бывает только если мы с ним родственники. Никак иначе. Ведь мы даже не знакомы. Как такое возможно?» В палату постучали и вошел Андрей. Замер прямо на пороге. В упор смотрел на Мишу и пубнил. А я это решил зайти узнать, в ком же теперь течет моя кровь. И кого же так полюбила моя женушка, что на коленях молилась пасти. А теперь смотрю и понять не могу. «Наташ, ты не находишь, что мы с твоим ухажером немного похожи?» Или «мне кажется». Миша тоже всматривался в черты Андрея, слух рассуждая. Кровь совпадает. Внешне тоже сходство на лицо. Есть большая вероятность, что мы братья. Хотя такое родство меня вовсе не радует, если честно. Андрей только часто моргал, переваривая услышанное. Но Наташа сориентировалась быстрее всех и позвонила свекрови. «Добрый день, Клавдия Семеновна. Приезжайте в больницу. Адрес я диктую вас, Андрей тут ждет. Поторопитесь, тело серьезное». Та стала кричать трубку. «Наталья, что за дурацкие шутки? Какая еще больница, что с сыном?» Женщина загадочно ответила. «Приезжайте и все узнаете. Палата номер 6, седьмой этаж. Хирургическое отделение». Андрей негодовал. «Что ты задумала? Ты зачем моей матери позвонила? Она же через секунду примчится». «Зачем?» Наташа ответила. «А кто еще знает ответ на вопрос, братьевы или нет? Увидев вас обоих, она не сможет отвертеться». «Миша, а кто твои родители?» Тот ответил. «Я сирота. Вырос в приюте. Меня на вокзале нашли. Я в другом городе вырос. Восемьдесят километров отсюда». Наташа ликовала. «Ну так все сходится. Вот Клавдия Семеновна, такую святошь ей прикидывалась. Все меня жизни учила. А сама?» Пожилая женщина ворвалась в палату, как фурия. Сразу засыпала всех вопросами. «Андрюша, что случилось? Почему ты здесь, скажи?» Мужчина пристально посмотрел на мать и пошел ва-банк. «Мама, посмотри на этого мужчину. Это мой брат родной, как выяснилось. Вот у нас с ним одна группа крови, сходство на лицо. Его Михаил зовут Щеглов. Ты ничего не хочешь нам всем рассказать?» Пожилая женщина затихла и опустила глаза. «Да, Андрей. Это твой родной брат Михаил. А я ваша мать. Я замуж выскочила рано в первый раз. Мне едва восемнадцать стукнуло. Вовсе не по любви, а потому что забеременела случайно. Мы с Витей плохо жили, ругались часто. Вскоре он меня бросил и ушел к другой. Я с Мишей на руках одна осталась. Тяжело было, да и не привыкла одна. Но вскоре влюбилась. Игоря я просто боготворила, голову потеряла. Все, не могла ему признаться, что у меня сын есть. А он не раз говорил, что никогда не стал бы чужого ребенка воспитывать. Мишу я в деревню отвезла к дальним родственникам. Жить стала с Игорем. Вскоре снова забеременела. Тебя родила Андрюша. Тогда-то я и решила избавиться от старшего ребенка, ведь он от нелюбимого мужчины. Я не придумала ничего лучше, чем отвезти его в другой город и сдать в приют. Отказ написала по-тихому. Денег пришлось много дать заведующей, чтобы никто и никогда не узнал, чей это ребенок. Да и фамилия у сына была по первому мужу, Щеглов. А я тогда уже была Смирнова по второму мужу. Вот и все. Андрей и Миша были шокированы услышанным. Андрей орал. Мама, ты что такое говоришь? Это же дикость какая-то. Отказаться от родного сына ради мужика. Ты себя слышишь? Это правда. И ты спокойно жила все эти годы, зная, что твой ребенок где-то мается, что, возможно, ему плохо. Да ты человек вообще. Собаки и то щенков не бросают. Как же так? Миша во все глаза смотрел на эту женщину, которая была его биологической матерью, и испытывал к ней только одно лишь отвращение. Он-то все детство придумывал ей для себя оправдание. Считал, что, может, она болела или нуждалась, или умерла, разбросила его. А оказывается, он ей просто мешал устраивать личную жизнь. Это была жестокая правда. Ему было горько. Клавдия Семеновна стала оправдываться. А что вы все так на меня смотрите? Думаете, я волосы на себе рвать буду? Да, я ужасная мать. Бросила старшего сына. Но не вам меня судить. Вы узнали правду? Довольны? Все, мне пора. Андрюша, пойдем домой. Тебе ни к чему общаться с этими людьми. Твоя бывшая ничем не лучше меня. Ребенка родила от одного, а живет вот с другим. Так что за своей жизнью смотрите. В мою, пожалуйста, не лезьте. Сынок, пойдем, я сказала. Уж ты ко мне не можешь иметь претензий. Тебе-то я души не чаяла. До сих пор тебя люблю. А ты все не слушаешь маминых советов. Мужчина резко ответил. Нет, я остаюсь. И хватит мною помыкать. После всего, что я узнал, вообще не знаю, как мы дальше будем общаться. Пожилая женщина выбежала из палаты. В ее душе бушевали страсти. Тщательно спрятанная в дальний угол совесть стала нещадно ее мучить. Только теперь, спустя много лет, до нее дошло, что она сотворила. Но все равно, даже глядя на больного Мишу, в ней не проснулись к нему нежные материнские чувства. Но не любила она его с рождения, хоть убей. Оказывается, и такое бывает. Потрясенный Андрей присел у постели брата. Ты прости нашу мать, Миша. Она человек непростой. Мне и то с ней трудно сладить. Это ведь она, можно сказать, и развалила мою семью с Наташей. Грызла ее, потом привела мне эту Ингу. Потом устроила так, что Наташа обо всем узнала и ликовала, когда мы развелись. Зачем? Наверное, это материнская больная ревность. Она хочет, чтобы я всегда был с ней рядом и вовсе не имел семью. Наташ, я заберу все яски из суда и больше не буду тебя изводить. Мне правда очень стыдно и за нее, и за себя. Мне, конечно, хотелось бы все вернуть, жить с семьей и сыном, но я понимаю, что поздно. Я сам разрушил свое счастье. Вижу, что Наташа теперь любит тебя, Миша. Я здесь лишний. Знаете, я уеду. Иначе моя коварная мать не даст мне жить ни с кем. Только об одном прошу. Разрешите мне иногда сына видеть. Я не сделаю ему плохо. Просто хочу любить и общаться, чтобы ребенок рос и знал, кто его родной папа. Ведь это честно. Наташа была поражена. Ей даже стало жаль Андрея. Его мать, как спрут, опутала его щупальцами и душила своей любовью. Она тихо ответила. Ну, раз мы теперь все одна семья, я не буду против, общайтесь. А деньги за имущество себе оставь. Тебе они пригодятся на новом месте. Нужно же с чего-то жизнь начинать. А мы еще заработаем. Какие наши годы, правда, Миша? Она нежно обняла Михаила. Его жизнь обнулилась. Еще вчера он был на дне, а уже сегодня любит и любим. Растит чудесного малыша. Разве это не счастье? Андрей действительно уехал из города. Ему удалось избавиться от влияния геспотичной матери. А спустя год он нашел любовь и стал встречаться с девушкой. Клавдия Семеновна осталась как-то старухой из сказки о рыбаке и рыбке. У разбитого корыта. Ведь оба сына от нее отвернулись. Ни в какую не хотели пускать в свою жизнь. Она кусала локти, ненавидела весь мир, не понимая, что для того, чтобы получать любовь, ее нужно отдавать. Миша с Наташей поженились, жили абсолютно счастливо. Сынок рос здоровеньким и смышленным, всем на радость. Иногда Андрей забирал сына на недельку. Наташа была не против. Братья между собой тоже сдружились. Между ними больше не было вражды и недоразумений. Ездили друг к другу в гости, перезванивались. А Наташа не раз думала, как непредсказуема жизнь. Никогда не знаешь, где встретишь свою судьбу, а где свое счастье. Не зря говорят, что Божьи замыслы всегда лучше наших.